открывая новое я тебя приветствую во первых очень рад тебя видеть открывая новую открываем новую рубрику премьера там папа папа майк тайсон против владимира кличко естественно мы берем топового майка тайсона топового владимира кличко и обсуждаем высказываем свою точку зрения каким бы бы мог быть этот поединок как он закончится то есть и победитель этого боя скажи пожалуйста давай сначала в общем разберемся майк тайсон для тебя то это за боксер вот его охарактеризовать и что такое за боксер владимир кличко мы говорим о топовых давайте возьмем сначала с майка тайсона для меня майк тайсон это боксер который попал свое время свое место то есть его время нужно было такой знаете было разные времена в боксе в одно время любили боксеров агрессивных бандитов каких-то с криминальным прошлым там брутальных было начало века когда ненавидели этих боксеров когда их просто нагнобили не хотели чтобы они боксировали то есть майк тайсон попал как раз на ту эпоху когда агрессия была приоритете и он со своей агрессии был и брутально выглядел и его стиль брутальный был очень смотрибленным то есть он был выгоден всем выгоден самому себе был выгоден промоутером был выгоден всем то есть он попал свое место в свое время когда боксеры не были в то время были хорошие боксеры но многие ушли допустим тот же форман ушел тот же уже не было ни форму она уже не было больших боксеров другие боксеры с ними они хотели боксировать по каким-то причинам я бы этот бокс бы посмотрел бы с майкаль танцы нам он тоже имел свои вальты в голове и как бы не было этого боя и поэтому в его эпохи он был самым таким ярким боксером то есть такой обложкой обложка именно агрессивного бокса именно как должен быть бокс этого времени а владимир кличко это как бы такой для меня и он как-то не смотрится как боксер америки он смотрится для меня все-таки как боксер европейского уровня как бы для его от от европы который ушел в мир боксер который от европы ушел в мир то есть ты из европы вышел и вышел в мир и покорил мир, то есть как какой-то открыватель, который на такой какой-то тихой волне выигрывал своих соперников, уверенно выигрывал досрочно, но яркого такого какого-то к себе притяжения, как Тайсон, он не имел. То есть не был такой популярный, как Тайсон, то есть, да, его эра не была такая насыщенная, как у Тайсона, то есть в его эре не было таких больших звезд, таких, как какие были во время Тайсона, допустим. Вот так. Ясно. То для меня Майк Тайсон. Майк Тайсон это агрессор. Многие сейчас говорят, что Майк Тайсон привнес в стиль, в бокс вот этот инстинкт убийцы, когда выражение одни ходят смотреть на нокаут, другие ходят смотреть на бокс, полностью перетянуло в сторону, ходят смотреть на нокаут. Был ли Майк Тайсон даже в свои, скажем так, апогеи, боксером, скажем так, вот, чисто техническим, нет. У него было, как точно так же, как и у Васи Ломаченко, три-четыре комбинации, которые он использовал, и это играло свою роль, поскольку большинство бойцов, которые были его соперниками, они абсолютно не понимали, что такое работа ног, работа на дистанции, сдерживание соперника, закручивание за спину, работа на сайдстепе. Они спокойно давали Майку Тайсону вот этими нырочками подойти, поднырнуть, вынырнуть с ударом, нанести удар и, скажем так, победить. Соглашусь абсолютно с тобой, что Владимир Кличко так и не стал популярным в Америке, несмотря на все там попытки и Пантьери, и еще что-то, все это как бы ушло в землю, точнее, как вода в песок, поскольку Володя работал на две страны, у него был бизнес в Германии, у него бизнес в Соединенных Штатах Америки, но бизнес в Германии требовал уже как бы, знаешь, по привычке, то есть он начал там свою паблисити и продолжал оставаться там знаменитым. Для того, чтобы быть в Америке знаменитым, надо жить, надо принимать участие в тех же самых танцах со звездами и заниматься благотворительностью, обязательно набить кому-то морду и изнасиловать стриптизершу и все, тогда, в общем, о тебе будут говорить. Вот. Володя, естественно, в силу своей воспитанности, в общем, на это пойти не мог, поэтому вся популярность его в Америке оказалась вот чисто украинской диаспорой и тех, кто болен боксом. Ну, в хорошем смысле этого слова. Но Майка Тайсона и Владимира Кличко объединяет, не знаю, согласись ты, не согласись, а одна деталь. Владимир Кличко, став чемпионом мира, не побил ни одного, блядь, топового боксера. Майк Тайсон, ну, около топовых, и то с большой натяжкой, это относительно Владимира Кличко. Тайсон бил топовых боксеров, но ни одного гения своего времени. Поэтому, когда говорят, что Тайсон там великий боксер, там всех времен, всех народов, собственно говоря, как и Владимир, это все зависит от предпочтения. Фанат ты Тайсона, либо фанат Кличко. Либо ты оппонент, тогда ты это не признаешь, либо ты здравомыслящий человек, как мы с тобой, поэтому мы говорим, что вся правда, она где-то посередине, нет белых, нет черных, я имею ввиду, по характеру и по ауре людей, есть все серые. Поэтому вот такое вот мнение. Так, теперь нам надо как-то разобраться, как мы будем оценивать действия в поединке. Я, Юрий, знаете, как сделал? Я выбрал соперников, которым было сложно Владимиру Кличко с ними боксировать и, похоже, были на Тайсона. И выбрал соперников, похожих на Кличко, с которым было трудно Тайсона. То есть, давайте насчет ваших слов, гений своего времени. Я добавлю немного Холифилд. Он не был натуральным теложевесцем. Он пришел из 90 килограмм. Плюс к этому перед боем, первым боем с ним, где-то за полтора года у него была очень серьезная операция на сердце. То есть, он был сердечником. Все об этом знают, кто не знает, чтобы знали. У него была очень серьезная операция на сердце. То есть, считайте, он пришел операцию, реабилитацию и выигрывает у Тайсона. Второй бой Холифилд Тайсон, мы все знаем, чем закончился, истерика Тайсона. И он укусил Холифилда за ухо. Этот мем уже везде есть. Как бы так. Рикки Боу, я считаю, одним из опаснейших боксеров того времени. С Тайсоном не боксировал ни разу. Я думаю, эта проблема была Рикки, потому что он то выбросил пояс, то не знаю, что Ленокс Льюис выиграл у Тайсона. Хотя не обладал... Толик, я извини, я тебя перебью. Говорить о поединке Тайсон-Льюис, это все равно, чтобы говорить о поединке Ленокса с тенью. Ну, это было уже на закате, да, я согласен. Но до этого. Давайте я сейчас немножко разберу, попробую разобрать, с кем было трудно Владимиру Кличко. Был такой боксер Сандерс, который выиграл у Кличко. Вот он был похож на Тайсона. То есть, чем похож? Тем, что он бил много боковых ударов и прессинговал. Владимиру не удалось его выиграть и проиграл досрочно у него. Потом был этот... Можно? Извини, я тебя перебью. Все-таки я как менеджер Кличко могу тебе открыть тайну, почему проиграл Владимир Сандерсу. Когда стало известно, что Владимир будет защищать титул чемпиона по WBO против Сандерса, все в универсум бокс-промоушен типа выдохнули и сказали, то есть Володе дословно сказали, слушай, это одноглазый, одноногий, однорукий боксер, который давно уже не боксирует, а играет в гольф, и он придет сливать. В это время у Володи была большая рекламная компания от Юнисеф, вот эти Келлокс, кукурузные хлопья, то есть от каждой проданной пачки шли деньги в фонд построения новых школ в Нигерии, в Бразилии, то есть братья, как представители Юнисеф, они объездили там фавелы Бразилии, таскались по пескам Нигерии, Конго, Заира, вот, и эта компания как раз совпала с боем, подготовкой к бою Владимира против Сандерса. Владимир практически к поединку не готовился, точно так же, как он не готовился в свое время к Россу Пьюрити, потому что все должно было получиться моментально, пока не случилась вещь, мой товарищ Дортмунда, где Кори Сандерс тренировался, сказал, что если я к нему приеду, он покажет мне одну вещь, от которой я охренею. Я охренел, потому что спарринговал с Кори Сандерсом Ленокс Льюис. И мне рассказали, что Ленокс Льюис выкупил промоутерскую компанию Golden Gloves Бермана, не помню, как его зовут, и в эту компанию Бермана входил Кори Сандерс. Когда я вернулся, и Володя как раз там тренируется, вечерняя тренировка, и я сказал, что Ленокс готовит Кори Сандерс, а там измена, зрада, единственный человек, которого просто перевернуло через голову, это Клаус Питер Коль. Он настолько неистовывал, причем Володя так посмотрел на этого Клауса Питера Коля, типа, Коля, а что за херня, блин, чего я не знаю. Результат все мы видели. То есть меня выгнали просто, мне запретили там ходить в Юниверсум Бокс Промоушен, братья мне сказали... Тогда вы выгнали, когда был бой с Сандерсом? Перед боем с Сандерсом, да, сказали, что я туда не должен приходить, братья, естественно, ну, Володя не очень, а Виталий, конечно же, высказал свое фэ, что я всегда лезу со своими, мать, идеями, мать, через жопу, мать, ну, такое вот все. Но факт остается фактом. Проигрыш Владимира Сандерсу не потому, что Сандерс был сильней. Сандерс был красавчик. Вот этот левый боковой, которым он потряс Володю, когда Володя начал подходить, и рука у него правая была опущена, Сандерс это увидел, и все, после этого первого пропущенного левого, все, бой фактически закончился. Володя, блядь, просто был ваутинг. И, может быть, он не был в таком тяжелом нокдауне, но он был охреневший. То есть, он впервые обосрался в настоящих мужских руках. И дальше было дело техники. Все, я умолкаю, и дальше ты. Вы напомнили про Пьюрити, то, что не был так готов. Тоже, кстати, очень похоже на стиль на Тайсона. Тоже был агрессивен, тоже был боковый, тоже прессинговал. И тоже выиграл у Владимира. И самое главное, что Россу Пьюрити все удары Владимира были абсолютно похерим. Вот. И последний, кого я могу выделить, похоже на Тайсона, тоже Владимир ему проиграл, это был Брустер. Это Брюстер и Брустер. Лейман Брюстер, да. Да, Брустер, да. Тоже такой же ниже, тоже такой широкий, тоже с прессингом, тоже агрессивный, и тоже выиграл у Владимира Кличко. То есть, у Владимира были проблемы, я не знаю, как, вот вы сказали, что сейчас он не был готов к первому, то есть, к этому Сандерсу, а как бы, я не знаю об этом, как бы, мне кажется, что он не был, немножко ему не было удобно боксировать с боксерами, которые боксируют на ближней дистанции, то есть, на ближней, средней, то есть, от средней к ближней, то есть, с этими боксерами. ему было удобно боксировать боксерами, которые с ним боксируют, то есть, с которыми он сможет на джеве поиграть, сможет подвижиться, но в прессинге, как бы, ему не было удобно, то есть, я такие выводы, то есть, сделал из этих трех поражений. По поводу проигрыша Владимиру в первом поединке Лейману Брюстеру. Там сыграла такую вещь, что Брюстер отказывался падать, то есть, проигрывать, лежать на конвасе. Володя его уронил два раза, Брюстер идет вперед, и у Володи сработало, вот, адреналин переходит либо в тестостерон, либо в глюкозу, получается, диабетическая кома. Вот у меня сейчас такое состояние, когда еще тестостерон вырабатывает, но нету реализации. То есть, не надо бегать, не надо там быть на стороже. И вот, сейчас у меня такое ватное состояние, мне очень трудно на чем-то сосредоточиться. Вот. Вот такое подобное состояние было у Владимира. Недаром, ну, давайте вспомним, как Володя выглядит, как тряпичная кукла, как просто выжатый лимон, там, чувак просто без сил, когда он дышать даже не мог. И Маргарет Гудман остановила поединок, и потом, действительно, у Володи нашли огромное количество сахара. Но, за 7. В принципе, твоя идея понятна. Но, давай, в общем, как бы, я что хотел, чтобы мы определили, каким стилем, то есть, как бы Тайсон проводил этот поединок против Володи, и что бы делал Володя. То есть, мое мнение, Тайсон бы ни в коем случае, Тайсон валил пацанов, ну, не таких высоких, как Володя, но все-таки, которые намного были выше его. Вот этот вот обезьяний правый свинг, крюк, которые наносились на сближение, либо на выходе из нырка, либо уклонов, они точно приходили на цель. Даже если бы там где-то перекрывалось, удар был настолько мощный, что это потрясало, раскрывало соперника, заставило его пошатнуться, и боксер проигрывал. Но теперь, если мы говорим о том, что Володя прекрасно понимает, что Тайсон будет делать так иначе, у Володи одна задача. Включить ноги, заходить за спину, что он очень хорошо делал, ну, и наносить встречные удары. То есть, не давать Тайсону выйти в ближний бой, а если Тайсон все-таки вошел в ближний бой, Володя бы его клинчевал. У Тайсона были такие соперники, могу двоих выделить. Это был этот большой такой, как Владимир Кличко был Такер, Тони Такер, и еще один был этот Спрингс. Спингс, или как его, Спрингс. Вот эти двое похожи стилем на Кличко, то есть, они высокие, работали с джеба, и оба проиграли, но проиграли по очкам. То есть, Тайсон не смог их нокаутировать. Но если взять мастерство Владимира Кличко и того же Такера и Спрингса, то у Владимира, мне кажется, больше мастерства в боксе. То есть, я думаю, если бы Тайсон не попал бы по Владимиру Кличко, то по очкам Кличко бы выиграл. То есть, что не хватило тому же Такеру, кстати, там я читал, что у него бы сломалась рука в третьем раунде, там сломалась рука, и поэтому он проиграл. Но если бы не сломалась, я думаю, Такер бы выиграл. Спрингс, я не знаю, если бы выиграл, но Такера бы точно выиграл бы. Потому что был очень равный бой. Очень равный бой. Просто, если это правда, что рука была сломана в третьем раунде, считайте, уже сколько раундов он пробоксировал с одной рукой практически, а вторая он бил, просто отмечал, то и попал, там был хороший боковой, левой, то есть, очень сильный такой боковой, но он не употрял с Тайсона, но Тайсона не упал. То есть, я думаю, был бы такой же сценарий, как с Такером, просто здесь бы Владимир бы выиграл. То есть, если бы из всего этого взять, то по очкам Владимир бы выиграл, потому что он был лучше в техническом арсенале, как бы, и мощнее больше. Ну, Толяныч, ты все время срываешься на соперников Тайсона, да? А я все-таки хочу от тебя услышать, что бы делал Тайсон, допустим, ну, первое, да, Тайсон бы начал сближаться с Володей, чтобы посадить свой удар левой или правой, там, по корпусу, по голове, там, по корпусу, то есть, комбинировать. Что делает Володя? Вот, Тайсон начинает сближаться, наносить удары, Володя отходит назад, вправо, влево, оттягивается, пытается сконтрить. Ты этот сценарий принимаешь? Да, но если, если не получится, то он бы закончил, как Радок, Владимир, если бы не получилось, он бы сконтрить, и Тайсон его зажал бы, он закончил бы, как Радок. Радок тоже отлично с Тайсоном боксировал, пока он его не прижал каната, и не забил, там остановили. То есть, так, здесь нужно было, мне кажется, для Владимира нужно было, если этот бой был бы, чтобы держать Тайсона на дистанции, не давать ему, больше средней не давать, то есть, на ближнюю, ни в коем случае его не подпускать, потому что, если подпустит, то была бы проблема. Ну, а если все-таки Тайсон вошел, то тут же, общим весом своего тела, по клинчевать, нагружать, нагружать спину. Потому что был такой боксер, который боксировал с Тайсоном, как его называли, у него такой стиль был дикий, Костолом, я не помню, как его называли, Костолом. Бонграшер Смит. Я не помню, да, вот он именно тоже проиграл по очкам, но он весь бой клинчевал, то есть, имел вот эти вот, он бил, бил, и потом в клинч, бил, бил и в клинч. И Тайсо не смог его нокаутировать, хотя он не был никем. Он просто был местной звездой, местного там какого-то городка. Он не был никаким там каким-то известным, когда в топах, нет. И вот ему, и он сумел достоять до конца вот именно за счет клинча. Вот если держать, если бы Владимир держал бы на джепе и бил, допустим, двойки, тройки, и когда была бы ближняя дистанция клинчевал, то здесь бесспорно бы, Тайсон бы не смог ничего сделать. Скажи, пожалуйста, у Володи была замечательная комбинация, это джеп и левый боковой, такая кочерга. Вот. Как ты думаешь, сыграла ли вот этот вот джеп и тут же левый боковой, и как концовка правый, удар правой прямой, смогла ли она потрясти Тайсона? Вот этой высоты Тайсона хватило бы, Володя? Мне кажется, что джеп и апперкот был бы лучше, потому что боковой у Тайсона много раз руки были наверху. Если джепом бы отошел, он бы поднял автоматические руки и боковой бы попал бы. Если бы попал, то не чисто, а то перчатку. И как бы, я не думал, что Тайсон бы упал. А если бы был бы апперкот, то, я думаю, там джеп и кинул бы апперкот. Допустим, правый джеп, не левый джеп, а правый джеп и левый апперкот. Вот здесь эта комбинация, мне кажется, была бы более рабочая для Тайсона. Я понял. Скажи, пожалуйста, твое мнение. Володя, ну, безусловно, весь стиль Володи это сосредоточенность, это работа на ногах, встречные удары. Если бы Володя пропустил от Тайсона, он бы психологически поплыл. Ну, даже выдержав удар. То есть, он бы начал сраться? Извини за что? Если бы он был зажат, это был бы Радек второй. Я думаю так. Если бы был зажат и не было у него пространства, куда уйти. Если бы его зажали, то был бы Радек второй. Я так думаю. Если бы было бы пространство, он бы смог уйти. Я думаю, он бы ушел или заклинчовал. Но у Каната это был бы второй. Вот как с Радеком было. Просто Радек тоже так же боксировал. Ну, просто, все-таки, знаешь, меня однажды спросили, если бы Володя дрался с Тайсоном, каким был бы этот поединок? Я говорю, я не знаю, каким был бы этот поединок. Я могу сказать одно, чего бы Тайсон не смог сделать в поединке против Володи, и все так, что? Откусить ему ухо. Ну да, это да. То есть его желание там быть убийцей преобладало над хладнокровием. Вот. И смог бы проиграть психологический бой Владимир. То есть что нужно было сделать Владимиру, чтобы Тайсон психологически сломался, и что нужно было сделать Тайсону, чтобы Володя психологически сломался? Насчет психологии, мне кажется, у Владимира было намного лучше психологии, чем у Тайсона. Мы видели психологию Тайсона в бою с Холлифиллом. Мы были психологией Тайсона перед боем с Льюисом. Там была истерика. Там психологии вообще нет, ему нужно было немножко подлечиться психически. Мы говорим о топовых, о топовых. То есть Тайсон и еще, да. Мы говорим о топовом Владимире и топовом Тайсоне. Хорошо. Хорошо. А начать, ну все равно, топовый, не топовый, все равно, мне кажется, что человек, который попадает в тюрьму, то за одно, то за другое, тоже что-то у него есть психика. Когда у него есть такие деньги. И такие дурацкие дела, такие дурацкие истории попадать. А потом драка там у него была, я не помню, с кем там на улице тоже там возле машины. Ну, на улице человек попросил сфотографироваться. Тайсон, в общем, как бы был не в настроении, послал его куда подальше. А чувак говорит, ну типа я там за тебя болею, а думал, что ты чемпион, а ты говно. У него, мне кажется, с Тайкером еще была на улице драка, потому что Тайкер требовал реванш. И тоже там у них была какая-то стычка с Тайкером, мне кажется, на улице тоже после боя. Ну, то есть он всегда был нестабилен. А у Володи такого, у Владимира такого не было. Никогда, никогда не замечалось за ним какие-то вот такие истерические выходки. А если брать, чтобы нужно было сделать в бою Кличко для того, чтобы разозлить Тайсона и вести его из себя, то нужно было просто держать на джебе, попадать двойками, максимум тройками и уходить от него и не давать Тайсону подойти. Вот так вот, каждый раунд за раунд, раунд за раунд и патечки. Тогда бы Тайсон не выдержал и психонул бы. Ну, то есть проваливать, постоянно проваливать. Постоянно, постоянно уходить. Тайсон приходит, встретил, ушел, подошел раз-два, опять ушел. И вот в этом стиле, как бы, и здесь такого сильного боя, такое кость-кость не давать. И одновременно брать раунды за счет попаданий. И здесь бы Тайсон бы понимал, что он проигрывает раунды, хотя Кличко ничего такого большого не делает. То есть просто попадает два-три удара больше и держит его на дистанции, а он не может попасть. Потому что антропометрия разная совсем. А что бы сделал бы Тайсон, чтобы вывести Кличко из себя, допустим, чтобы он стал нервничать, я думаю, просто где-то зажать, чтобы как-то его заблокировать, чтобы он не мог пользоваться ногами. Может быть, тогда в какой-то момент у него поплыла бы немножко такая, не то что истерика, немножко такое волнение, потому что я не вижу Кличко в истерике или в каком-то недоумении, в каком-то волнении, где-то его зажать, чтобы он не смог пользоваться ногами, то есть уйти. То есть в этом случае, я думаю. Ну и самое главное, это Володе не пропустить, потому что, мне кажется, любая плюха от Тайсона, она бы... Володя все-таки, ну, мое мнение, что Володя боялся пропускать. То есть если для Виталия пропущенные удары, это была часть бизнеса, то есть боксерского бизнеса, то Володя, понимая это, все-таки пропускать боялся. Хотя поединки против и Тайсона, и Джошуа, мы видели, что Володя, в общем, как бы тоже может держать удары. Не от хорошей жизни, в общем, но держать удары. Смог ли бой Владимира Кличко-Тайсона закончиться победой нокаутом Владимира? Я думаю, нет. Не знаю, почему. Я не вижу такие цены. Смог бы бой закончиться победой нокаутом Тайсона? Да, да. В каком раунде плюс-минус? Ну, я думаю, после экватора. В начале нет. Если по очкам победитель, то это Володя? Да, да. Если по очкам, то да. А что мешает тебе предположить, что Тайсон мог бы выиграть по очкам? Ну, то, что если Тайсон выиграет по очкам, то это нужно больше, скорее нокаут, чем по очкам. Потому что, если по очкам нужно нанести больше ударов, а все равно 2-3 удара от Тайсона, двойка там тройка, может пошатать крючко, и он может не выдержать и упасть. Это не мешает подумать, что может Тайсон выиграть по очкам. Слушай, ну, говоря о Владимире, ну, трудно не затронуть Виталия. Скажи, пожалуйста, Виталий Тайсон Фьюри. Ой, Май Тайсон, прошу прощения. Каким бы был этот бой? Виталий, ну, смотри, Виталий у нас проваливается на задней ноге, не дает дотянуться. При этом у него открыт корпус. Он не очень качественно работает апперкотами. И, в принципе, вся его работа – это джеб и удар правой. То есть там какой-то техники. Ноги у Виталика не работают. То есть он... Ну, я помню его бой. Я помню немного, я помню, как у Магитера. Я примерно предполагаю. Здесь Тайсон бы выиграл, ну, 90% на 10, что Тайсон. И досрочно. Потому что бы... Потому что, допустим, тот же Владимир, он более, мне кажется, боксерская IQ выше. Виталий, он бы, наверное, паниручил и пошел бы кость в кость и упал бы, наверное. А вспомни поединок Виталика и Кори Сандерса, как Виталий феноменально работал у канатов, работал вдоль канатов, отходил за спину Кори Сандерсу. Я считаю, что с точки зрения техники бокса, когда у Виталия появился в команде Владимир Золотарев, этот был один из первых тренеров. И точнее тренер, который, скажем так, ввел уже их до профессионалов. Вот тогда вот всей тактикой построения поединка занимался Владимир Золотарев, который и заставил Виталия не стоять на месте, а постоянно маневрировать и маневрировать, то есть делать сайдстепы, очень корявые, но они для Кличко были просто великолепные. Только так Виталий мог сделать сайдстеп. Коряво, на ногах, но при этом очень точно и мощно с ударом. И подходя к канатам, успевая увидеть атаку соперника и заставить соперника наваливаться на канаты, потому что он уже успевал отойти. Вот. Мне кажется, что вероятность того, что Тайсон попадет по Виталику, особенно в первой части, когда Виталий вот это западает на задней ноге, оттягивает, выставляет руки вперед, оттягивает ноги. Боксеры делали ошибку, они пытались Виталика ударить по голове, абсолютно забывая о том, что Виталий открыт. Первый, особенно печенка была открыта, потому что вот эти вот руки, вот, и вот это вот место было просто открыто. Единственное, кто увидел Крис Бёрд, но, увы, без удара. Вот. Ну а ты все равно, в общем, как бы после вот этого моего спича, ты все равно говоришь, что Тайсон бы выиграл досрочно. Да, я думаю, да. А проиграть досрочно Тайсон бы вы? Фу, не знаю, трудно сказать. Вот досрочно проиграть, я думаю, нет. Ну, Виталий с Леноксом Льюисом, и топовым Леноксом Льюисом. Да, он выгребал, но вся тема в том, что Виталий после прохождения экватора начинает набирать. И все-таки, несмотря на эти апперкоты Ленокса, которые заставляли Виталия на цыпочки становиться, и много пропущенных ударов, даже несмотря на рассечение, Виталий был на таком адреналине, что мне кажется, что, в общем, как бы все было пофиг ему. Он прекрасно бы понимал, что он может еще накатить, и он накатывал обычно после экватора, а вот Ленокс мог бы устать. И Стайсона могло быть точно так же. И опять же, Виталий классический, классический, классический все-таки тоже он клинчеватель, то есть он тоже может клинчевать и составить соперника просто высушиваться вот в этих клинчах. Ну, я думаю, их козырь был здесь еще этот клинч, потому что если в какой-то момент какой-то неудобный, они могли всегда заклинчевать, из этого клинча Тайсон трудно вышел бы. Главное, чтобы где-то он, выходя, не толкнул, где-то снизу не ударил. То есть вот в этом. Ну, Толяныч, я делаю все возможное, чтобы дать тебе шанс, чтобы ты дал шанс к Вичку. Не, почему? Я даю шанс. Как нет? Я же сказал, что по очкам я не вижу, чтобы выиграл Тайсон. Мы не говорим о Володе, мы говорим о Виталии сейчас. О Виталии. То есть ты не видишь того, что Виталий, допустим, мог бы победить по очкам? Владимир для меня лучше боксер, чем Виталий. Как бы так. Вот у тебя ничего нельзя покупать, потому что сколько стоит? 100? Да, 100. Тогда взвешивайте. С вас 150. Вы сказали, что 100. Когда? Окей. Слушай, я считаю, что у нас получился очень хороший разговор. По крайней мере, на пространстве, то, что я вот видел и раньше, и в последнее время, вот такого вот разбора. Если где-то есть, ну, в общем, пришлите ссылочку. У нас вообще все самое лучшее. Да я вот говорил, вот многим говорю, подписывайтесь, потому что, особенно на YouTube, потому что вы будете все знать, все бои, когда будут. Примерные мысли об этих боксерах, знать, кто будет боксировать. Все бои, которые были обсуждения. Плюс к этому в Телеграме, все бои, даже те, которые из Японии, которые нигде никто не найдет. С Уругвая, с Аргентины, где бы они ни были, если это топовые боксеры и чемпионы, они обязательно будут в Телеграме. Можно сделать очень хорошую коллекцию из всех этих боев. Эту коллекцию, может, ваши внуки через сто лет продадут за большие деньги. То есть, это самое, потому что нигде нет. Вот я могу поспорить на бутылку хорошего десятилетнего бренди. Если кто-то мне покажет в мире, я не говорю на просторах СНГ, в мире, какой-то Телеграм-канал, куда выставляются все чемпионские бои, после того, как они происходят, я тому пришлю блок, целую коробку десятилетнего бренди. Значит, я тебе говорю, что я жду коробку десятилетнего бренди, потому что я знаю один такой ресурс, он находится в ВКонтакте. Вот, это нокаут. Может быть, не зря рекламировать, но, правда, есть одно но. Большинство боев я высылаю ему. Но, с другой стороны, когда у меня нет возможности посмотреть поединки, или нет интернет, я смотрю поединки. Анатолий, спасибо вам большое, что вы подключились к нам. Мы уже обо всем поговорим. В конце. Да, я так и понял. Сейчас мы послушаем вопрос, что делать. Так, теперь смотри. Мы с Анатолием не то, что становимся твоими оппонентами, потому что мы уже действительно обо всем поговорили, но будем тебя как бы переспрашивать, чтобы стало понятнее. Скажи мне, пожалуйста, топовый Майк Тайсон против топового Владимира Кличко. Лучшие стороны Майка Тайсона и его худшие стороны? Ну, естественно, бокса. Не то, что он там насиловал женщин. Может быть, Володя тоже насиловал женщин, просто мы об этом не знаем. И лучшие стороны в плане бокса Владимира Кличко и его недочеты для поединка с Тайсоном. Ну, если взять по Тайсону, плюсы, это, конечно, его молниеносная вот эта агрессия, скорость, которая была ему присуща, особенно в молодые годы, в пиковые, когда он был очень хорошо умел вот этим маятником быстренько сближаться с соперником на ту дистанцию, которая нужна была именно ему. И сильные удары с обеих рук, комбинации, которые у него были, просто отработаны до механизма. Корпус, голова, он работал очень быстро. И это заставляло ребят, ну, они просто не успевали на это реагировать. Это большой плюс. И вот эта агрессия, быстрое сближение, непонимание, где находятся более маленькие соперники и откуда прилетит, скажем так. Как что-то похожее, как вот Мэнни Пакьяо местами. Вот когда он залетал, и непонятно, откуда прилетит. Наверное, слабый, это то, что... Ну, трудно мне еще даже сказать на пикового тайсона, что было, наверное, слабой стороной его... Сейчас, наверное, подумаю еще, не готов сказать. Что касается Володи... Сильные стороны Владимира, а потом уже переключимся... Да, да. Да, сильные стороны Владимира, это, конечно, хорошая передняя рука, безусловно. Она долгое время считалась лучшей в этом хэви-вейте. И это действительно было так. Он не настолько... Он, можно сказать, что больше плывнув своих поединков, выиграл благодаря именно хорошему поставленному джепу, которому он просто настолько развивал соперника и заставлял его, не понимая, как туда бить. И вот это у него был, наверное, очень-очень такой большой плюс. Передняя рука и, ну, как бы, арпометрия обязательно хорошая, все-таки, школа любительская. Хотя, если вернуться, уже перехожу к минусам, то он все-таки работал, насколько я помню, джеп, двойка, правый прямой, левый боковой. Все. Ну, то есть, это вот эти всеми ударами, в принципе, очень здорово умел пользоваться. И именно за счет этих ударов он выигрывал у своих соперников. Я практически за всю карьеру, ну, может быть, и было, но, значит, оно даже не запомнилось. Правый боковой практически редко когда использовался. Возможно, когда добивания были, возможно, в каких-то таких уже субурных моментах. А также апперкоты с левой, с правой руки, они уже были в более позднем Владимире Крючко, и то они были нечасто. То есть, в основном, это джеп, левый боковой, правый прямой, левый боковой, либо двойка. Все. Либо просто правый прямой навстречу. Вот это вот такое скупенько, но этого достаточно было для того, чтобы при той оппозиции, которая была в его лучшие годы, ее было достаточно. А если он все-таки в этом плане бил более разнообразно? Очень провокационный вопрос. Считаешь ли ты топового Тайсона действительно королем хэвэйт? И считаешь ли ты Владимира Крючко по количеству соперников, да, по качеству соперников, считаешь ли ты Владимира Крючко тоже королем хэвэйт? Скажу уверенно нет. Почему? Объясню. Потому что на тот момент, когда мы сняли Тайсона, я еще был слишком мал, чтобы понимать, какая у него позиция. Когда я смотрел Владимира, я уже понимал, какая у него позиция, скажем так. И когда прошли годы, я начал смотреть именно вот тот золотой его период, то из таких действительно звездной оппозиции у него практически таких ярких соперников, которые могли составить ему конкуренцию практически, ну, может, пару человеков. И то они заведомо опять же не дотягивали. Можно сказать, там Спинкс был, там, как бы, чемпион с именем, с идеальным послуженным списком. Это был уже постаревший, ну, типа, еще по былым славам Ларри Холмс. Кто еще из таких топовых брейдек, я не считаю его топовым чемпионом. Он был чемпионом, но он был чемпионом не топового уровня. То есть это был чемпионом, потому что у него была более сильная позиция. То есть если брать историю раньше, то мы понимаем, там было три, четверо, пятеро, шестеро, которые были на слуху и которые могли удивить поединки с чемпионом. Тут все-таки у Тайсона были имена поскремнее. То есть это не были, это да, это мог быть какой-то олимпийский чемпион, вы как любитель, по-моему, бакс или бикс, я могу ошибаться. Он был олимпийским чемпионом, типа, пробовал боксировать в стиле Бухаммад Али, но, опять же, он был олимпийским чемпионом, но это не значит, что он должен был быть чемпионом в хэви-вейте среди профессионалов. То есть у Тайсона все-таки он запомнился больше вот это именно стилем и тем, как он разбирался с соперниками. Это просто было действительно завораживающе. В Володе такая же история. Он попал на, когда ушли в Холли Филд, когда уходил Ленокс Льюис, когда уже не было того же Томми Моррисона и многих-многих, которые уже давно прошли судьбы. И со многими даже теми, которые еще были на момент, когда можно было бы сделать поединок, у него, в принципе, этих поединков и не было. Ну, слушай, ну, Рай Мерсер, допустим, я тебе напомню, когда у нас все яички сжимались, о том, что, блин, с Рай Мерсером Мерсилис. Рай Мерсером, ну да. И как Володя с ним легко разговаривает? Я имею в виду, что были, вот Рай Мерсером, это как бы, ну, один из тех, кто попал в то, чтобы был бой. Но многие же были бои, которые можно было сделать раньше, но их почему-то не было по разным причинам. Не будем сейчас углубляться, это, понятно, своя политика и так далее. Я подведу итог. Если у Володи Рай Мерсером это было исключение, это было событие, то у Тайсона таких событий было дохрена и еще маленькая телеса. Да, да. Да, да, в этом плане, да. То есть, если брать в таком плане, конечно, посерьезнее позиция. Слушай, у нас появился какой-то мужчина незнакомый нам. Да, я его тоже не могу узнать. Да, сейчас мы с ним познакомимся поближе. Доброго дня. А вы кто? Добрый день. Я как раз чекаю, что я смотрю, что за незнакомый мужчина. Ярчик, мы тебя рады видеть, дорогой. Очень рады. Ой, рады вас всех видеть, нарешті уже. Толяныш, привет, Анатолий. Витания тебе. Обнимаю по-братски. Все. Закончили. Тебе не будет, дружи. Слюновыделение закончилось. Майк Тайсон топовый против Майка Тайсона, не топового. Против Владимира Кличко топового. По Фрейду, короче. Давай, что было крутого у Тайсона, что было крутого у Владимира, и что было не крутого, пока Толик думает над отвратительными сторонами стилей Майка и Володя. У Майка Тайсона был очень крутой стиль пикабу. То есть, можно сказать, у него был стиль молодых. Даже Тайсон был признан, что пикабу – это просто-напросто стиль для молодых. Он очень быстро умел сближаться и наносить свои удары. Что было лучше у Володимира, это то, что он умел тримать на джебе, тримать дистанцию. И, можно сказать так, и с профессорской размерностью рассчитывать весь бой. Это все гадания на кавовый гуще. Ну, я думаю, если бы Тайсон не накоутовал Володимира до шестого раунда, то Володимир бы выиграл. Доброе. Что бы помешало Тайсону выиграть у Володимира и что бы помешало Владимиру выиграть у Тайсона? Что бы помешало Тайсону перемогти у Володимира, это то, что Володимир завжди систематично разбивал джебом и контролировал хит поединку. Тайсон сближался, пытался сближаться, но если бы у него что-то не выходило, у Тайсона была такая штука, как он психологически был несильно стильный. И, я думаю, психологически Володимир мог бы выиграть у Тайсона тем, что он бы так дипломатично, постоянно разбивал его, Тайсон бы нервировал и потом просто напросто уже десь в 8-9 раунд пропустил бы прямой и упал бы. Что минус у Володимира, это то, что Тайсон пройшел бы на свою среднюю дистанцию и нокаутовал бы присталево щелепу Володимира. Окей. Анатолий, ехидная ваша ухмилка говорит о том, что вы что-то все-таки придумали. Не, ну я думаю, что все-таки так взять на пикового Тайсона, так как он был боксер таких быстрых раундов, то есть он не любил затягивать бои в длинную дистанцию, я думаю, что, наверное, недостаток все-таки был бы то, что если бы правильно навязывать ему такой тягучий бой, это начало бы где-то его немножко выводить. И недостаток то, что он бы начал, чем больше затягивался бой, тем где-то больше бы это начало не нравиться и тем больше бы он начал делать ошибок. Наверное, все-таки то, что у Володи, если мы берем конкретно даже бой с Тайсоном, что у него минусы, я думаю, что это он отходы по прямой, в первую очередь, и когда он пропускает немножко все-таки панические какие-то защитные действия. Скажем так, если смотреть на того же Джорджа Формана, казалось бы, он там теми руками, такими кувалдами размахивает, как-то их выставляет, но он при этом всем полностью контролирует действия поединка. Пропуская удары, он все равно старается защищаться, не уступать и не двигаться, скажем так, просто тупо назад. Так, Володя, если мы помним, много когда начинает пропускать, особенно когда на него начинает именно так идти напором, он очень начинает много паниковать. И вот эта паника часто привела к тому, что он пропускал ненужные удары, хотя мог просто грамотнее защититься, даже вытягивая руку или просто сближаясь к своему сопернику. Он это часто, даже когда был в начале пиковый, уже не такой Зубар, а еще когда он, вот эти, первый титул, он часто вот это грешил. И даже это было видно хорошо в его последнем поединке, если возьмем с тем же Джошу. Вместо того, чтобы идти на него, он отходил от него. А с Тайсоном такие штуки не проходят. И я думаю, что это было бы для него очень печально. То есть я считаю, что вот эта большая ошибка, которая для Тайсона в пиковом, была просто сказка. Думаю, он бы его нокаутировал, однозначно. Анатолий, как там мое бренди? И Толяныч, ну поддержи разговор, а то я понимаю, что мы с тобой уже поговорили обо всем. Вот я задумался, вот прошло, вот я же сказал про стиль пикабу. Вот я вспомнил другого чемпиона мира в тяжелом весе, который мне очень сильно нравился. Ну как нравился, я в его эпоху не жил Флойд Паттерсон. И мне интересно, почему у них стили один тренер, но разные стили были с Майк Тайсоном. Вот я сейчас вспомнил, кого тренировал Казда Мата. И почему у него подход был к разным боксерам, как будто он тренировал один стиль, но Флойд Паттерсон по-другому боксировал, чем Майк Тайсоном. Он был более подвижный, более... Бо Казда Мата, справа в том, что Казда Мата, это тебе не Рой Джонс, который из всех боксеров влепит себя самого. Я представляю, когда Крис Юбенк из душа выходит, Рой Джонс смотрит, тебе надо отрезать 4 сантиметра. И вот еще одно я хочу сейчас еще добавить. Вот все Майк Тайсон, все считают Майка Тайсона самым страшным теложевесом вообще в истории бокса. Ну и как вы думаете, это правда или нет? Вот я хочу всем задать вопрос, потом я скажу свое мнение. Ну мы уже выяснили с тобой, вот нас, да, вот мы присматриваемся внимательно к Ярику. Ярик, Тайсон был великим боксером? В фьюрии, да. Это правда. Нет, Тайсон был, Тайсон, я повторю, Тайсон был зрелищным, одним из таких самых зрелищных. Но лучшим однозначно нет, потому что даже если взять... Вы не так поняли мой вопрос. Именно самым ужасным, самым страшным, с кем боялись люди выходить именно, был ли он таким в истории бокса? Для Анатолия Ярика я переведу. Когда вы возвращаетесь с пьяными и вас встречают ваши жены, это хуже Майка Тайсона, либо лучше? Смотря на встречу. Да, Тайсон вообще лох. Ты хорошего, и его прямо... Нет, ну давай... Если сравнивать с ситуацией, что вы говорите, Тайсон вообще лох, никто. А если серьезно, а что серьезно, Ярчико? Ну, если сравнивать Тайсона с моей женщиной, когда я пьяный, Тайсон 0. Доброе. А если в боксе, я просто вважаю, что... Так, Майк Тайсон, не смотря на то, кого он там побил, он заслуживает свой респект и повагу. Потому что, на свое поколение, он стал абсолютным чемпионом света. Наймолодшим чемпионом света. Он, как мне, всех чемпионов и забрал, можно сказать, по титулу. Он, как с Канело Альварес, по одному титулу каждого забрал, если я не помню. Но Егорик Квартиш или побитый? Да, по-перше, не побитый. По веку, по веку, не побитый. Да, и он не просто-напросто пошел на объединенный бой против чемпиона, который имел все поэкции, а он сам собирал все поэкции. Ну, а знаете, вот между нами девочками, знаете, какой рекорд, какой рекорд не побил Тайсон и никогда не побьет, и никогда не побил и не побьет Владимир? Рокки Марчану? Нет, он играет у Толяныча 10 бутылок Брэнди. Так что, Толяныч, ставь в кладовку, как только мы соберемся вместе. Ребята, вопрос, что пить, я решил. А если побои, вот я сейчас помню одного боксера, которого все боялись в истории бокса, который из Флойда Паттерсона два боя в первом раунде его нокаутеров, который не мог ничего выиграть. Сонни Листон? Да. Сонни Листон был страшным в свою эпоху, Тайсон был страшным в свою эпоху. Да, но давайте посмотрим правде в очи, мы с вами трое, люди, которые застали эпоху Тайсона. Тобто мы застали, у нас был такой бабайка. Ты намекаешь на то, что дядя Юра застал эпоху Листона? Я уже понял, что да, мы все трое, а Юра, что ты тут делаешь? Говорите, вы что Ленина видели? Ну, дело в том, что когда мы смотрели Шварценеггера командос, мы думали, что это по-настоящему. Дядя Юра знал, что Шварценеггер, он где-то по-ебает свою горничную в том моменте. Я когда смотрел интервью этого мафиозы Гравано, который потом начал сотрудничать, он рассказывал в одном из своих подкастов, у него есть подкасты в Ютубе, кстати, очень много, и он рассказывал о том, как пришли домой к Стивену Сигалу с их семьей мафиозой, и Стивен Сигал как и сал на себя и давал все деньги, который был согласен на все, что угодно. Уже тогда он был в обтеноке, понимаете, поэтому если бы он был нормальным мужчиной, он бы не давал. Единственное, на что хватает смелости Сигалу вне экрана, это брать морковку у Лукашенко. Ну, дело в том, что по-закарпатски Сигал, типа, сыкалу, то типа, как сал. Хорошо, скажите тогда, как бы выстязал, ну, Ярик, ты так понял, что если бы дистанция была близкая, то Тайсон, если бы Володима смог утримать, то выиграл бы он. Правильно я понимаю? Да, ну, ну, дивися, дивися, Толик, справа в том, что для меня рольова модель нашего поединка, это Кличко, первый бей. Тобто, когда Бюстер нагло пішов на Кличка, тогда Кличко просто спуцевал, разубился и пропускал лишнего, а когда Кличко пропускал лишнего, он просто втрачал контроль над коридентом и падал. Но, с другой стороны, Кличко мог принять, как с тем же Мормиком, он мог принять дистанцию и расстегнуть ее, а когда Тайсону что-то не получил... Право в том, что Тайсон был также... Ярчик, я прошу, там сначала тебя хорошо чувствует, а потом идет какой-то треск, и ты втрачаешься. Да. Тайсон також не був майстером психологічних игр. Если он кого-то не летал, значит, он також разгублялся. Доброго вечера. Мне кажется, что за большинство карьеры таких боксеров можно назвать уже того же Бастера Дагласа, ну и эти два боя, где он их... Еще тогда, когда он был еще тем Тайсоном, хотя бы 890% потенциалу, которые действительно его не боялись. Понятно? Мы не говорим уже за его остальные два боя, потому что это уже было... Грин! 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 Грин, такий цей, с Патлатой. Да-да-да-да, Патлатой. Грин, по-моему, его, по-моему, фамилия. Грин, если я не ошибаюсь, я понял, за кого ты говоришь. Тайсон, наверное, у своему шоу про него говорил. И Тайсон с ним за 12 раундов ничего не сделал. Так же у него был очень важный двой с Тони Такером, где он сам, по-моему, в 12 раунде нарвался на такий правый опер-кот, что, может, завдяки тому, что он был еще молодым, и не пропускал таких ударов, он вистоял. Реально, он пропустил у него, но и подписались. И ему и респект, но это был тоже нелегкий двойный двойный с Тони Такером. Тони Такером, если бы закончил, он так и сломал руку в третьем раунде. Тогда его карьера, наверное, была бы... Тони Такер был очень мощный на тот час. Ну, можно видеть его, как, действительно, такую хорошую достойную позицию. Ну вот я про это. Тайсон не был монстр против того, кто не считал его монстром. Хорошо, когда сказал про него с той самой Ларри Холмс, что стиль Тайсона очень хороший, очень агрессивный, очень нравится глядачам, но проблема в том, что он очень энергозатратный. Сколько сил витрачал невысокий Майк Тайсона для той ваговой категории, чтобы зайти на ту дистанцию, нанести свои сильные панчи и выйти из дала, это проблема. И с часом, когда человек стает старше, он, естественно, идет ресурс, который ты хочешь или не хочешь, он витрачается. Плюс, после того, как он стал зеркой, мега зеркой, которую он сделал Дон Кинг, этого заслугу тоже не можно забрать, он просто начал еще и этот ресурс витрачать за рахунок алкоголю, наркотиков, жёнок и так далее. И так далее. И, конечно, когда он дальше шел, он просто уже не мог боксовать в том стиле, в котором он боксировал раньше. А по-другому, он не умеет. То, что мы называем действительно крутым, когда человек на протяжении карьеры по одному веку боксирует по одному, в более таком, по-другому, а когда он уже ветеран, боксирует по-третьему. Правильно? То, что он делал, например, тот же флитный везер. Так, а теперь я вас возьму за ухо и приведу все-таки к теме. Тайсон идет вперед. Тайсон быстрыми вот этими движениями, там, насколько это пикабу, не могу сказать, потому что лучший пикабущик это все-таки Пернел Витекер. Вот. Ну, хорошо. Быстрое смещение, нарушение, выход с правой. Это Майк Тайсон. Что делать Володя должен, чтобы не попасть под удары? Лягаты на него. Разрыв дистанции либо быстрое сближение? Быстрое сближение и лягаты на него. Два человека. Один боксер, второй извращенец. Один говорит отходить, второй лиз ложится на него. Да, лягат и на шею давит сверху, как зайца глушит. Это тоже затратно, Ярчик. Но это тоже энергозатратно, я тебе скажу. Володя постоянно держать Тайсона, ломать его. Тайсон здоровый чувак. Ломать его, нагружать его, это тоже работа не из легких. Может работать на ногах, может быть в этом профиле? Нет, ну может работать на ногах, зайти за спину, встречать джебом, А уже в самых таких ситуациях, когда жопа, 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 тогда уже клинчево? Ну, можно, как бы, выйти, но я бы радов ему нагружать сразу спину и валиться, как Льюис на него колись валился, так что Тайсон аж падал. Ну, ты не забывай, что там уже был не тот Тайсон далеко, он уже не мог делать настолько быстро, поэтому Льюису не было проблем, просто на него легче и все. Чтобы он был в большинстве, то он бы не встигал. Я бы мог не чувствовать, как Кличко в том же поединке с Павяткиным. Я тебе дам приклад того, что ты говоришь, что Льюис сделал. Вспомни бой с Девидом Туа, что Льюис не очень на него и легал, хотя вроде бы с тем похожи. Льюис сделал Туа именно на каратах. Да, он на него максимально велосипедов и держал его на отстанке своей руки для того, чтобы не дать ему влучшить своими лучшими ударами. Я уже догадываюсь, но давай будем отвертки. Туа на ногах и Тайсон на ногах – это совсем два разные боксера. Да нет, я не согласен. Я не согласен. Не-не-не. Не-не-не. Ты смотри, вспомни поединок Льюиса против Тайсона. Скильки Туа наматывался на канал и влетал в угол только лишь потому, что Льюис отрабатывал сайдстепами. Уходил за руки. И теперь прикинь, какое бы было самочувствие Льюиса, когда там один-два, а когда десять раз вот эти сто двадцать килограмм, точнее сто пятнадцать, влетают в тебя. И это сотрясение организма. И при этом ударить снизу нельзя, потому что Туа всегда был хорошо перекрыт. И встретить его тоже не было возможно. А это был похож. Стоп. Координация того же самого Туа и Тайсона. Туа з легкістю Бёрд обіграв, как последняя чмотника. Кто обігрував так же самого Тайсона? Великая разница в том, что стиль чем-то похожий. Справа в том, что Туа у него вся, скажем так, атака, он был спрямован под лівий боковий. В боксе, как мы знаем, против Шульги ему было это тяжко сделать просто физически. Туа взагалі однорукий боксер. Ребята, ребята. Вот это Ярчику, Ярчику не треба, не треба. Туа був майстром комбинації лівий по корпусу, правий в голову, лівий в голову, чи навпаки. И я вам хочу нагадати одну такую речь, что карьера Туа мала два відрізки. Причем здесь теперь Май Тайсона, да? Первое, когда он работал с Лудува, с Лудува, и був худенький тяж 99-101 кг, который был быстрый и сохранил удар. И с Кевином, с Кевином Берри, по-моему, его останній момент, когда Лудува сказал, я его запитав, А что вы скажете про Дэвида Туа? А что говорить об этом толстом беззубом карлике? Вот и все. И теперь все-таки давайте вернемся. Помогло ли Владимиру против стремительного сближения Тайсона работа встречными ударами и работа на сайдстепах? То есть не оставаться напротив Тайсона, наоборот, заставлять его, как делал Ленокс в поединке с Туа, кстати, очень хорошая аналогия, вот, бодать воздух, промахиваться, намахиваться на канатами и въезжать рогами в угол ринга. Толик, Анатолий. Анатолий, Ярчику давай ты. Анатолий у нас подходит. Я вважаю, что нифига бы ему это не допомогло, потому что Тайсон был достаточно скоординованный боксер, и он не бил, как Девят Туа, он бы не въезжал за канат, как тот же самый Девят. У него было, что ни скажи, как бы до Тайсона не ставиться, у него была очень чудовая координация, он прекрасно чувствовал рингу. Хорошо. Как бы закинчився поединок Володимира Кличка, Тайсона Фьюрі? Ой, Майка Тайсона. Это кому вопрос? Ну, тебе, в принципе. Как бы закинчився? Оголошением або Джимми Леннона, або Майкла Паттера. Эй, цыган. Ну, цыган он. Кто победил? Найтрашчий. Слушай, может, его нахрен сейчас послать? Ну, блять, издевается. Видишь, Анатолию даже стыдно стало, он ушел. Поднялся и ушел. Давай серьезно, Ярчику, давай серьезно. Ну, справа в том, что це дві різні эпохи. Ну, мы сейчас разговариваем о возможном победителе. Вот смысл программы все-таки вот поединок этот никогда не состоялся бы, ну, не состоится и не состоялся бы. Но дай помечтать, блять. Справа в том, что тут 50 на 50. Якщо б пішло по справе Володи, то Володя переміг. Якщо б Тайсон, то Тайсон. Если вот этот человек, вот этот лысый человек, вам предложат, блять, сыграть с ним в карты на раздевание, блять. Вы уйдете голыми. Потому что при любом раскладе карт он вам объяснит, что вы проиграли. Даже если вы выиграли, он вам объяснит, что вы проиграли, и вы согласитесь. Ладно. Ну, на этой оптимистической ноте я считаю, что первый наш такой премьерный эфир получился. Теперь давайте решать, о каком поединке мы будем говорить в следующий вторник. Давайте пускай напишут подписчики, это будет самое правильное. Очень-очень разумно. Определимся. Хоча, мне знают, какие интересные поединки? Нет! 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 Давай, давай смотри, если ничего не напишут, то мы будем говорить о Рой Джонсе Формане. Вот. Не-не-не, Джо Джойс Форман. А, Джо Джойс. Окей, согласен. Джо Джойс Форман. Да. Джо Джойс Форман. Да, он был уже в хэйвейте и с Форманом. Да-да-да. Джо Джойс. Джо Джойс. Джо Джойс. Не Рой Джойс. Джоггернол против Формана. А, Джо Джойс. Да-да-да. Джо Джойс. Рой Джонс. Рой Джонс, когда он был в хэйвейте с Форманом. Окей. Не-не-не. Рой Джонс лажа. Да. Рой Джонс, пусть он пока покончит с Фритом Бенком. Рой Джойс, который один из первых был чемпионом, да? Который на войне был. Джо Джойс, который победил Дюбуа. Джо Джойс, Джаггернаутшу, Дюбуа. Анатолийс, когда ты успел выпить все 10 бутылок Брэнди? Да-да-да-да. А что там за прикол с Брэнди? Аж мне интересно. Посмотрим записи. Посмотрим записи, да. Окей. Ребят, спасибо большое. А ко всем нашим подписчикам, ребята, все-таки давайте, набросайте свои варианты. На киноте. Да. И это будет очень здорово. И завтра, завтра вот Анатолий у нас все-таки еще раз пробует. То есть он сейчас пошел, застрелил мальчика в трусиках, прибил его к доске. О! Анатолий, ты застрелил русского мальчика и прибил его к доске в трусиках? Нет, у нас генератор выключился. Я думал, кто-то может задел этот провод с розетки. Анатолий, мы уже начали прощаться, в принципе, и хорошо, что ты вошел, поставишь жирную точку, потому что Ярчик у нас цыганил, мы так и не добились от него ответа. Как закончится поединок Майка Тайсона и Владимира Кличко, по твоему мнению? Нокаут Тайсона. Где-то к восьмому раунду, я думаю, он бы его все-таки нашел. Больше нет, потому что тогда уже шансы появились бы у Володи. То есть у Володи шансов победить решением судей… Давайте так сделаем, чтобы было вообще интересно. Если до экватора Тайсона бы не смог нокаутировать, у него бы осталось максимум седьмой-восьмой. Это была бы пиковая его точка. Потому что мы знаем, что все нокаутеры страдают чем? Если они не могут нокаутировать своими лучшими ударами, они, как правило, начинают терять уверенность. Есть такое бытует мнение, насколько оно практично в жизни, я не могу сказать ко всем, но оно имеет большую роль, я думаю, молодой Тайсона точно бы на него как бы это влияло. Всего Володя смог бы перетерпеть вот эту всю бурю шесть, максимум восемь. Тогда Гой бы начал принимать совсем другой рисунок, по очкам. Не готов сказать, что нокаутировал бы, но по очкам однозначно. А так вот такой мой прогноз. Тебе сказать, что ответил Ярик, либо ты посмотри в записи? Говорите, потому что я буду целую ночь не спать. Как закончится поединок Майка Тайсона против Владимира Кличко? Говорит, объявлением либо Джима Аллена на младшем, либо Майк Лобальцев. Но это в Ярце Костеле. Либо, если бы ты была сейчас, Ярика Русынюка. Ребят, спасибо вам большое, дорогие подписчики. Вот интересно услышать, насколько вам в ваших комментариях. Потому что, если вы даете много комментариев, это видео выходит как бы в тренды Ютуба. То есть его могут посмотреть очень много человек. Поэтому напишите минимум четыре слова. То есть там, допустим, все ведущие идиоты плюс идиоты. Кроме Ярика. Все ведущие идиоты, кроме Ярика. Это уже шесть слов, но тоже как бы помогает вывести этот. И ваше мнение, насколько этот формат имеет право на жизнь. И набросайте свои варианты. Ну а в следующий раз один цыганский прикарпатец или закарпатец. Дмитрий, справа в том, что для нас вы все прикарпатцы. А для вас мы чего-то закарпатцы. Ну, в принципе, кроме Толянича. Потому что мы, типа, на одной стороне Карпат. Ну, вы странные люди, в принципе. Но мы вас уважаем. И можно сказать, жители Карпата. Чисто по-еврейски. Я не говорю вам «да», но я не говорю вам «нет». Знаешь, это вот… Помните этот анекдот, когда едут две девушки, там, три девушки в поезде. И молодой человек спит на верхней полке. Одна говорит, ой, я так люблю военных. Они такие вышкаленные, они такие красивые. У них такая форма. Вторая. А я люблю спортсменов. Они такие здоровые, они долго играющие. Третья. А я люблю индейцы. Вот это вот дети, дети природы, дети там степей, прерий. Говорит, вот такой сверху. Разрешите сказать, полковник, мастер спорта, полковник Чингачгук. Вот это вот, вот это ярче, ярче. Прикарпатский закарпатец, еврейский цыган, житель, житель Полонын и Чингак. По национальности украинец. Завтра про что мы разговариваем? Потому что будет этот из хэввейта с Украины парень боксировать, который тогда с грузинами боксировал и в нокаут и падал в облаку. Теперь я сижу Бикар Викрис. Да, 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 да. Слушай, давайте... Будут и Викрис и Безус. До речи, два интересных поединка будут. Скубин боксирует и Рей Варгас боксирует. Так вот, говорить мы будем о поединке Рей Варгаса. А Безусе что говорить мне? Ну, там приличными словами вы и на. Да. Чому? А что у вас нет ни одного спивчика до него? Нет. Он начал меня учить как комментировать его поединки. Ага. Вместо того чтобы учиться боксировать он мне начал объяснять как нужно комментировать его поединки. Вот. Нет. На самом деле, на самом деле, я как-то, в общем, Диме сказал, то есть я написал, когда там, знаете, там, мы поздравляем тебя с победой, там, пятое-десятое, я говорю, что, в общем, нужно быть немножко пособранней, да. Потому что ты больше соперника, ты там, у тебя есть какое-то физическое преимущество, но если этот маленький, маленький человек весом 110 килограммов попадет, вот это будет, это будет печально. Вот. Ну, мне начали рассказывать, что ты выйди сам в ринг, а ты кто такой? Я говорю, я мастер спорта вселенной, солнечной системы, я мастер спорта солнечной системы. Я единственный мастер, я единственный абсолютный чемпион мира в Альфа Центавре. Мне кажется, ему нужно быть торосом, и чтобы закончилось все и будет все нормально. Вот мы говорили про тороса. Ему самое главное не выходить после 11 на улицу. Я скажу тебе больше, то, что ему надо, это одно. Надо ли это торосу? И вообще, знает ли он про то, что такое есть? Тут вопрос, торос, это американский продукт мексиканского происхождения, он интересный, его будут очень здорово раскручивать, потому что он еще, как мы все заметили... Ребята, мы уже видели, мы уже видели поединки этих вот наших боксеров с Андерсом. Петя, я тебе настоятельно рекомендую посмотреть эти два боя против украинских боксеров Джареда Андерсом. Все, больше ничего тебе не скажу. Ой, не знаю, справа в том, что у нас в нижнем селище никто не знает, кто такой Дмитрий Безнос. А теперь они посмотрят, просто посмотрят. Кто это такой? О нем говорят, если о нем говорят, значит надо посмотреть, кто он. Я думаю, специально для Ярика включим и Безусов в программу. Хорошо. Самое главное, чтобы мы увидели его поединок, чтобы немцы решили показать этот бой. Чего-то и все. А то кто-то телефоном снимет, что, в общем, нифига не видно. Естественно, вы. Ну и, конечно же, Рэй Варгас, давайте вспомним, как он провел свой последний поединок. Мы так все, знаешь, так, да, такое, афата там, блядь, старые, блядь, непонятные, долго они боксировали. Чувак вышел, изнасиловал, тупо изнасиловал соперника и ушел, блядь, став чемпионом мира. Поэтому, а завтра говорим о поединках. Так что, ребят, опять же, все будет соотноситься, но, скорее всего, я так думаю, 19 часов. Сейчас я гляну график отключения света. А можно трохи пизднейше, бо в 19 я лишь кассу сдаю? Смотрите, у меня с 19 до нулей свет. А 20 можем это вот встретиться, да? Ну, где-то с 20 подъеду. Я просто на новую работу оформился, так что... Это что? Экспедитор порезанной курятини? Не, я теперь вино продаю. Кого? Я довстый эскорт, как это водит. То вино, что я вам присылал, я теперь торговый представник и экскурсовод. Анатолий, Анатолий, 7-10 бутылкам бренди, это заявление не имеет никакого ответа. Ну смешивать бренди с вином это тупковато. А какое вино? Сухое, посладкое какое? Вит сухого до солодкого. Есть 8 видов сухого, 4 виды сухого, 3 виды сухого и 4 виды сухого. Ребята, я понял, я понял, ребята, я понял. Ярчик, кто бы победил в поединке Тайсона Фьюри против Владимира Кличко, если Тайсон был полусладким, а Володя сухим? Бренди. 10 бутылок бренди от Толяныча. 10 бутылок бренди от Толяныча. Ребят, я очень счастлив, что мы встретились, потому что я давно так не смеялся, подняли настроение просто неимоверно. И опять прошу, пишите ваши предложения, какие бои разбирать, комментируйте, насколько вам это интересно. Отдельные комментарии должны касаться 10 бутылок бренди и набора вин Толяныча и Ярика. Опять же, если у вас появилось желание купить бренди у молдавского... Как называется такой уважаемый старик Молдавии, Толяныч? Ну, типа Аксакал. Не, ну у нас нет понимания, как Аксакал. У нас говорится, всем говорится, домну. Допустим, всем говорится... У мудрого домну Пишинева, либо у неизвестно как выкрученного украинца из нижнего, верхнего, среднего, левого, правого, бокового апперкота. Ярчика украинца. Вот, пожалуйста, заказы принимаем. Ребят, всех обнял, спасибо большое, берегите себя и завтра встретимся. Будьте здоровы! Всех рады и бачите!